Сарком Всемирная организация здравоохранения классифицирует саркомы мягких тканей на основе предполагаемой ткани происхождения, архитектурного рисунка и генетики. На данном слайде представлены наиболее часто встречающиеся типы сарком из этой большой группы. По саркому мягких тканей составляют менее 1% всех злокачественного образования у взрослых и 15% злокачественного образования у детей. На долю сарком мягких тканей приходится 0,9% всех случаев смерти от рака. Пожизненный риск развития составляет 0,4%. Как и было сказано, сарком отличается упорным рецидивированием от 8,5% через 24 месяца, от операции до 20-32% через 10 лет. Этерологическим фактором развития сарком мягких тканей относится генетическая предрасположенность. Они составляют до 33% опухолей, наблюдаемых при генетических синдромах. В частности, такой лифраумин синдром, который также ассоциирован с повышенным риском развития опухолей молочной железы, опухолей головного мозга, лейкемии. Также ассоциирован с риском развития сарком мягких тканей. Синдром Гарднера и нейрофиброматоз первого типа. Также к идеологическим факторам относятся лучевая терапия, химиотерапия. Считается, что повышается риск развития сарком мягких тканей через 15-20 лет после радиационного лечения на 0,5%. Воздействие химических веществ, профессиональные вредности и биологические факторы. Вирус иммунодефицита человека, вирус герпеса человека 8 типа, вирус Эпштейн-Бара. Наиболее излюбленной локализацией сарком являются конечности. Также существует сарком из-за брюшинного пространства, головы и шеи, туловища и внутренних органов. При наиболее частый путь метастазирования это гематогенный. Чаще сарком мягких тканей метастазируют в легкие. Опухолевозникающая брюшной полость метастазирует печень и брюшину. У 25% пациентов после основного лечения развиваются отдаленные метастазы. Стодирование по классификации ТНМ, где первая стадия это опухоли до 5 см. Т2 это опухоли 5 от 5 до 10 см. Т3 опухоли 10 от 10 до 15 см. Т4 опухоли до 15 см и больше. Ну и соответственно по поражению или отсутствию поражения метастазов региональных лимфоузлов и по отдаленным метастазам. При клиническе пациенты чаще всего обращаются с жалобой на пальпируемые уплотнения в мягких тканях. При диагностике используются практически все доступные методы. Одним из первых методов обследования является ультразвуковое исследование. В настоящее время магнитно-резонансная томография считается методом выбора. При первичном обследовании пациентов с подозрением на сарком и также при выявлении локального рецидива. Компьютерная томография применяется в основном для исключения метастазирования. Но и в том числе при разных видах сарком может применяться для исключения метастазирования брюшной полости за брюшенное пространство. При разных видах сарком необходима визуализация головного мозга для исключения метастазирования. Радиостопное исследование костей может быть необходимо при круглоклеточной, миксоидной или по саркоме. Использование ПЭД по данным Национальной всеобщей онкологической сети рекомендуется для определения прогнозирования оценки на неодевантную химиотерапию. Биопсия является важным этапом обследования таких пациентов. Морфологическая верификация с иммуногистохимическим исследованием и молекулярно-генетическое исследование. Лечение определяется мультидисциплинарной комиссией и важным этапом в лечении является дальнейшее наблюдение таких пациентов. Они наблюдаются достаточно часто, долго. Первые 2-3 года каждые 3 месяца полгода, затем каждые полгода в течение 2 лет и раз в год в течение 10 лет. И, соответственно, если у пациента есть жалобы, по необходимости может производиться визуализация чаще. Стандартные клинические практики используются для исключения рецидива местного у оперированных пациентов. Используются как ультразвуковое исследование, так и магнитно-резонансная томография. По данным разных публикаций, по данным ультразвуковая картина 40 мягких тканей вариабельна. Как мы отметили, что имеется большое число гистологических подтипов, так и мы видели, что могут сильно варьироваться размеры опухоли от сантиметра до 15 и более сантиметра. И, соответственно, будет совершенно разная ультразвуковая картина. Разная форма может быть, контуры, эхо-структура. При ЦДК это могут быть и гиперваскулярные образования, и гиповаскулярные. Таким может в целом при обычном ЦДК не определяться кровоток. При контрастно-усиленном исследовании они имеют спекулообразный спиралевидный паттерн контрастирования и характерный третий тип генетической кривой с вымыванием контрастного препарата. По данным публикации определяются разные данные по эффективности МРТ и ультразвукового исследования. По данным представленного исследования, ультразвуковое исследование с контрастным усилением демонстрировало более высокую чувствительность, чем магнитно-резонансная томография. В этом исследовании сообщалось о высокой диагностической точности ультразвукового исследования при выявлении рецидива опухоли. В некоторых исследованиях получили результаты МРТ и ультразвукового исследования сопоставимые по чувствительности, одинаково высокочувствительные. Хотелось бы представить несколько клинических случаев. Пациентка 67 лет, прооперирована по поводу леомиосуркомы, потом прооперирована по поводу рецидива. И определяется, пальпируется инфильтраду 7 мм, подвижный, безболезненный. В Б-режиме мы видим гипоэхогенное образование единичного локус кровотока по периферии, оно маленького размера, как вы видите. При эластографии образование плотное, однако плотные и окружающие ткани. Но при контрастировании, здесь достаточно отчетливо видно, что мы видим сосуды, которые мы не видели при ЦДК. И, соответственно, мы можем уверенно говорить, что в этой зоне не послеоперационные изменения, не жидкость, а сольные компоненты. Соответственно, был выявлен третий тип кинетических кривой, которых характерны стремительные накопления и раннее вымывание контрастного препарата. Подтвержден рецидив леомиосуркомы. Другая пациентка была оперирована под фиброма правой кисти. При осмотре определялась эластичная инфильтрация мягких тканей в межпясном промежутке в зоне операции. Пациент был обследован по ультразвуковой картине. Достаточно однозначно были получены однозначные результаты. Здесь и в Б-режиме мы видим гипоэхогенное образование и несколько нечеткие контуры. Гиперваскулярный кровоток, жесткое образование при эластографии и, соответственно, при контрастировании оно накапливало контрастный препарат и наблюдали вымывание. Однако, МРТ нестерян тоже считается методом выбора. В данном случае на фоне послеоперационных изменений был поставлен диагноз гематомы, что демонстрирует важность мультидисциплинарного подхода к диагностике образований. От пациента 70 лет, фибросаркома левой голени, пальпируются узловые образования в зоне рубца. Гипоэхогенное образование. Мы видим на Б-режиме гипоэхогенное образование. Локус кровотока при ЦДК. При эластографии картируется скорее мягким эластотипом. При контрастировании мы видим, что это образование стремительно накапливает контрастный препарат и определяется третий тип кинетической кривой с вымыванием. Пациент 43 года. После прооперирован, по данным МРТ определялось небольшое образование до 13 мм. В Б-режиме мы видим гипоэхогенное образование. Гипоэхогенное образование при эластографии. Оно картируется несколько плотнее, чем окружающие ткани. Однако при контрастировании мы видим, что эта зона не накапливает контрастный препарат, что позволяет нам даже при таком маленьком размере исключить наличие рецидива и подтвердить, что это послеоперационные изменения. Контрастно-усиленно, как и большинство случаев, которые были продемонстрированы, касались все-таки образований небольшого размера первой стадии Т1. В дифференциальной диагностике именно такого размера образования ультразвуковое исследование и контрастно-усиленное ультразвуковое исследование показывают наилучшие результаты, потому что позволяет с высокой точностью высказаться о характере образования и, соответственно, исключить или подтвердить наличие рецидива. Однако контрастно-усиленное ультразвуковое исследование может применяться и для более крупных образований для наведения иглы при трепан-биопсии. Саркомы, как было уже сказано, могут быть очень крупных размеров и, соответственно, в них могут быть участки некроза. При трепан-биопсии мы можем не получить информативный материал. Соответственно, в данном случае гипоэхогенное неоднородное образование и при проведении контрастного усиления мы видим участок, где наиболее выражен солидный компонент, где есть сосуды, и, соответственно, за этого участка мы взяли материал и получили оптимальный материал для дальнейшего исследования. В такой же случае гиперваскулярное образование мы видим с крупными сосудами. в контрастировании определяется более в латеральной части образования, более глубоко расположенной. Соответственно, именно из этой зоны был взят материал для исследования. Таким образом, хочется сказать, что гетероэхогенность саркомихих тканей делает ее сложной диагностической опухолью для диагностики, в целом для диагностики лечения. При составлении плана наблюдения лечения необходим междисциплинарный подход. Контрастно-усиленое ультразоковое исследование – эффективный метод для диагностики и наблюдения саркомихих тканей. Также оно может использоваться для преинтернационной диагностики. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...